Девушки отдыхают Вопрос в том, что? В 2018 мы были шокированы. Мы вдруг поняли, что радиация исходит от Южного полюса. Тысячи лет правда об Антарктике была скрыта под толстым слоем льда и защищена смертельно низкими температурами. Но теперь, возможно, она выйдет наружу. Это снимок со спутника. Здесь видна огромная дыра в горном хребте. Какие тайны лежат под самым малоисследованным континентом Земли? Под Антарктикой есть огромный подземный мир. И что мы узнаем об истинном происхождении человечества? Подо льдом Антарктики может ждать величайшая находка в истории человечества. Древние пришельцы. Возвращение в Антарктику. Остров Росса. Антарктика. На этой суше вулканического происхождения на краю Земли таятся величайшие загадки современной физики. Здесь, в мае 2018 года, ученые НАСА, работавшие с антарктической импульсной нестационарной антенной, известной как Анита, обнаружили аномалию, противоречащую законам физики. Космические лучи, обычно проникающие на Землю из космоса, вырывались из-под Земли. В 2018-м физики были шокированы. Мы обнаружили, что от Южного полюса исходит странная радиация. Мы задались вопросом, что это могут быть за частицы. Это нечто новое. Обычно нейтрено высоких энергий попадают на Землю из космоса, а не поднимаются из Земли. Но именно это они и обнаружили. Тот факт, что космические лучи выходили из Земли, заставляет задуматься, как это возможно. Сегодня Антарктика остается самым малоизученным географическим регионом планеты. Она до сих пор является самой большой загадкой. Антарктика — континент крайностей. Почти 98% территории покрыты льдами толщиной до 5 километров. Гора, подобная японской Фудзиями, имеющая высоту в 3700 метров, не была бы видна на поверхности. Температура регулярно опускается до минус 45 градусов по Цельсию, а скорость ветров достигает 300 километров в час. В пиковый сезон здесь находятся всего 4000 ученых и военных. Антарктика — последний рубеж. Она потрясает воображение. На старых картах говорится, здесь обитают чудовища. Но Антарктика — это регион, меньше всего заслуживающий такого описания. Несмотря на то, что Антарктику открыли почти 250 лет назад, касательно этого замерзшего континента, у ученых больше вопросов, чем ответов. Из-за глубины ледников, покрывающих сушу, поверхность Антарктики невозможно увидеть невооруженным глазом. Сторонники теории палеоконтакта считают, что от нас скрыты не только геологические подробности, и что в Антарктике куда больше человеческой, а, возможно, и нечеловеческой деятельности. Что-то происходит на этом таинственном континенте на Южном полюсе. Многие считают, что Антарктика является базой инопланетян. Слухи о внеземной активности в Антарктике ходят годами. И теперь, наконец-то, военные, базирующиеся на замерзшем континенте, согласились ответить на эти предположения. Скоттсдейл, штат Аризона, февраль 2019 года. Репортер Линда Молтон-Хоу прибыла сюда, чтобы взять интервью у бывшего бортинженера ВМС, который решил поделиться информацией о странностях Антарктики. Здесь живет один из самых значительных разоблачителей в моей карьере. Он согласился работать со мной и рассказать правду о том, что случилось с ним в Антарктике. Это тот прорыв, на который я надеялась. Я ждала, что военные, обладающие настоящей информацией, наконец заговорят. И мы узнаем факты и правду, несмотря на правительственную политику отрицания. Я знал такое, чем нужно обязательно поделиться с общественностью. Брайан, как он решил представиться, потребовал, чтобы его лицо и голос были скрыты. Его часть базировалась на южной оконячности острова Росса на станции США МакМердо, главной логистической структуре, обслуживающей почти все научные базы на континенте. Брайан, когда вы попали в МС и как оказались в Антарктике? Я пошел добровольцем в июле 1976 года. В Антарктику отправляют только добровольцев. Это не то место службы, куда могут отправить приказом. Мне удалось получить назначение в шестую эскадрилью освоения Антарктики, известную как VXE-6. В чем заключались ее задачи? Мы должны были доставлять грузы в удаленные лагеря, к ученым, от станции МакМердо на Южный полюс и обратно. Расскажите о маршруте и о том, что вы там периодически наблюдали. Во время сезона 1995-96 годов мы часто вылетали на полюс. В основном мы доставляли припасы и обеспечивали смену сотрудников. В тот сезон перед вылетом один из офицеров нам сказал, что если мы увидим что-либо в воздухе, мы не должны ничего говорить. То есть вы знали, что кто-то уже что-то видел? Вас предупредили, но сами вы не видели. Да. Где-то в декабре мы летели из МакМердо. И мой старший по погрузочным работам выходит на связь и говорит, «Тут слева кое-что блестит». Я иду в кабину, выглядываю из иллюминатора и вижу объекты в форме дисков. Их было четыре или пять. Когда я их только увидел, они и висели над горной вершиной. А затем вдруг один из объектов отделился, на огромной скорости полетел к соседней вершине и остановился там. Затем от группы отделился еще один объект и подлетел к первому. Что сказал пилот? Было забавно. Он вышел на связь и в шутку сказал, «Одно знаю точно, это не наши». «Не наши? О чем ты вообще?» А это случалось еще? Да, было еще пару раз. Брайан считает очень важно, чтобы мир знал, что в Антарктике кое-что происходит. Возможно ли, что увиденные Брайаном неопознанные летающие объекты связаны с тем, что ледяной континент испускает космические лучи? Сторонники теории палеоконтакта считают, что Антарктика скрывает не только тайны о сегодняшней внеземной активности. Очень многое можно узнать, изучив удивительные находки глубоко под землей. В 21 веке спутниковые снимки позволяют любому, у кого есть интернет, увидеть изображение Антарктики. В 2016 году обнаружился удивительный снимок, нечто напоминающее рукотворный вход, проделанный в горной цепи Антарктики. Это снимок, сделанный со спутника. На нем видна огромная пропорциональная яма в горной цепи. Она будто создана для того, чтобы некий корабль мог через нее пролететь. Кроме того, в 2018 году интернет-пользователи сообщили координаты объекта, заявляя, что это НЛО после аварийной посадки на антарктическом острове Южная Джорджия. Это очень интересные снимки. Вас никто не убеждает, что там что-то есть. Вы сами видите следы полозьев. Выглядит все так, будто некий объект передвигался по льду. Но что больше всего поражает на этих снимках, так это то, что этот след прямой. Некоторые сторонники теории палеоконтакта заметили, что форма предполагаемого корабля сильно напоминает таинственный небесный объект, который был замечен в Солнечной системе в октябре 2017 года. Его назвали Оу-Муамуа. Изначально объект идентифицировали как астероид, но его форма, траектория и ускорение были столь неожиданными, что декан факультета астрономии Гарварда Ави Лоэб предположил, что Оу-Муамуа может быть инопланетным зондом. Это любопытный снимок большого, продолговатого сигарообразного корабля, который совершил аварийную посадку на лёд и проехал по нему. И он очень похож на межзвёздный астероид Оу-Муамуа, который запросто мог оказаться космическим кораблём. Длина корабля составляет около 45 метров. Это общий вид объекта. Он мог спуститься на землю под углом, отрикошетить от подножия горы. Это и дало ему ускорение, из-за которого он скользил несколько сотен метров. Вот гора, тут явно видны следы, от которых и ведёт колея НЛО. Это вполне может быть аварийной посадкой. Следы у подножия явно на это указывают. Возможно ли, что интернет-пользователи, использующие снимки со спутников, обнаружили остатки разбившегося инопланетного корабля, а также вход в подземную станцию инопланетян? Сторонники теории палеоконтакта говорят «да» и указывают на шокирующие открытия, сделанные на Земле и подтверждающие эти догадки. В 2019 году, когда репортер Линда Молтон-Хоу брала интервью у бывшего бортинженера ВМС, он рассказал о весьма любопытной запретной воздушной зоне, которую он обнаружил, когда служил в Антарктике. По его словам, в октябре 1985 года диспетчер МакМерда получил сигнал тревоги. Они услышали зов о помощи. Он шел со станции «Дэйвис», принадлежащей Австралии. Она находится на востоке Антарктики. Ситуация была критическая, и лететь было далеко. Один из ученых на станции «Дэйвис» получил серьезные травмы из-за взрыва бойлера, и ему срочно нужна была медицинская помощь. Учитывая остановку для дозаправки на Южном полюсе, команда могла добраться до пациента с серьезными травмами за 6 часов. Но они получили четкий приказ не лететь над так называемой станцией забора образцов воздуха, которая находилась прямо на их пути. Нам приказали ее облететь. Кажется, нам нужно было сделать крюк в 50 километров. Все, кто находился на борту, предлагали лететь прямо, не отклоняясь. Так мы могли сэкономить полчаса. Там запретная воздушная зона. Именно так. Регион находится вблизи полюса. Но там, где должна была находиться станция забора образцов, команда увидела то, с чем никогда не сталкивалась. Там был огромный провал. Нечто типа дыры во льду, будто снежный пандус, который вел вниз. Полярное плато Южного полюса совершенно плоское, там нет ям. А тут вдруг огромная дыра, как гнилой зуб. Ее там быть не должно. По прикидкам инженера, диаметр дыры составляет минимум 90 метров. Ошарашенная увиденным команда продолжила полет Дэйвису. Они забрали раненого ученого и направились назад к станции Макмерда. На обратном пути мы шли практически тем же курсом. Нас вызвали по радиосвязи и приказали отклониться от курса, которым мы шли к Дэйвису. Велели повернуть на 30 градусов. Нам ничего не объяснили, но мы подчинились, и на обратном пути пациент скончался от ожогов. Когда самолет приземлился на станции Макмерда, всю команду оконвоировали в офис начальника. Там им приказали никогда не рассказывать о запретной зоне, над которой они пролетели. Я подумал про себя, что такое мы не должны были видеть, что это за яма во льду. Будь это яма природным явлением, она не всплошила бы так руководство. О подземных базах в Антарктике слухи ходят давно. На некоторых снимках показаны горы с необычными расщелинами. Они как окна в форме летающей тарелки. Возможно ли, что подо льдами Антарктики скрыты тайные, а, возможно, и инопланетные базы. Занятно, но идею об обитаемом пространстве подо льдом недавно поддержала официальная наука. Гора Эребус. Остров Роса, Антарктика, 2017 год. Исследователи из Австралийского национального университета обнаружили обширные пещеры, непосредственно связанные с этим действующим вулканом. Из-за своего расположения эти ледяные пещеры обладают свойствами, уникальными для замерзшего континента. В них есть обогреваемые пространства, где температура достаточно комфортна для жизни. Австралийские ученые обнаружили огромные пещеры, пустоты. В этих местах вполне может быть жизнь. Они выяснили, что в некоторых пещерах есть термальный подогрев. В них комфортная температура в 20-21 градус по Цельсию. Гора Эребус. Один из 90 вулканов Антарктики. Современные технологии позволили ученым обнаружить дополнительные пещеры рядом с ними. Говорят, некоторые по площади не уступают острову Манхэттен. Под Антарктикой есть огромный подземный мир. Его могут использовать инопланетяне, как готовые базы, скрытые под землей. Могут ли эти обогреваемые пещеры и туннели быть населены инопланетянами? В 2018 году, спустя более 70 лет после шокирующих заявлений Бёрда, спутниковый снимок зафиксировал нечто похожее на инверсионный след самолета, который могло оставить лишь нечто, передвигающееся с огромной скоростью. Этот след тянулся вдоль всей Земли по меридиану от северного полюса к южному. А это 20 тысяч километров. Инверсионный след держит свою форму максимум 30 минут. Большинство же из них исчезают меньше, чем за 15. Лишь корабль, способный развивать скорость более 80 тысяч километров в час, что в 10 раз быстрее самого быстрого земного самолета мог оставить след, протянувшийся через всю Землю. Это кажется невозможным, ведь это означает, что какой-то объект совершил перелет через всю планету от полюса до полюса за несколько минут, пока не исчез инверсионный след. То, что оставило этот след, должно было преодолеть скорость в 10 махов, то есть идти со скоростью более 100 тысяч километров в час, а может быть и гораздо быстрее. Неизвестно, что это было. И, скорее всего, мы с таким никогда не сталкивались. Разместив этот снимок в сети, Майкл Брэдбери получил ответы с подтверждениями и даже фотоснимками, на которых, судя по всему, запечатлен тот же след, только с Земли. Люди видели с Земли то же самое. Увидев снимки, я вспомнил адмирала Берда и его слова. Адмирал Бёрд говорил, что существует большая вероятность вторжения очень быстрых объектов, которые способны переместиться с полюса на полюс с невероятной скоростью. Возможно ли, что адмирал Бёрд и служащие ВМС США действительно столкнулись с инопланетной техникой в Антарктике? С той техникой, которую первыми обнаружили нацисты в начале Второй мировой войны? Возможно, они до сих пор развивают эти технологии вместе с инопланетянами, скрываясь подо льдами? Сторонники теории палеоконтакта уверены в этом и предполагают, что доказательства давнего присутствия инопланетян в Антарктике можно обнаружить, исследуя одну противоречивую теорию. Во время разговора с бывшим бортинженером ВМС репортер Линда Молтон-Хоу узнала о странных происшествиях, имевших место в ноябре 1995 года, когда он высадил команду ученых на новой исследовательской базе на Земле Мэри Берд. Они пробыли там три или четыре недели, и вдруг связь с Макмардо пропала. Они пропустили пару сеансов связи, хотя должны были отчитываться ежедневно. Нам велели вылетать, узнать, все ли в порядке в лагере. Мы облетели лагерь и не увидели признаков жизни. Да. Приземлившись, наш штурман вышел и отправился на поиски старшего по лагерю. Он вернулся и сказал, что там никого нет. Нам приказали возвращаться на Макмардо. Мы взлетели и направились к станции. Ученые отсутствовали больше недели. Столько просто невозможно выжить в суровых антарктических условиях без укрытия и пищи. Однако неделю спустя диспетчер Макмардо был шокирован, получив радиосообщение от команды. Каким-то образом им всем удалось вернуться в лагерь целыми и невредимыми. Экипажу вновь дали поручение забрать ученых. Мы приземлились, открыли погрузочный люк самолета. И люди даже не стали собирать оборудование. Они побежали к самолету и запрыгнули в него. Нам пришлось самим собирать их оборудование, так как они отказывались выходить из самолета. Что вы увидели на их лицах, на лицах ученых, бегущих к самолету? Они были напуганы, по-другому не скажешь. Они были напуганы, они не говорили с нами, не рассказывали ничего. Я даже спросил одного из них, где вы пропадали неделю. Он посмотрел на меня, ничего не выражающим взглядом, и ничего не сказал. Он не ответил мне ни слова. Основываясь на собственном военном опыте, вы можете сказать, что они были в шоке? Да, это очень хорошее объяснение. Они были в шоке. Они пережили нечто, что навеяло на них ужас. У меня перед глазами их лица. Да, это был шок. Интересно то, что, как только самолет приземлился у станции Макмердо, их встретил спецавтомобиль. Ученых немедленно отправили частным самолетом в Карсчорч, в Новую Зеландию. Бортинженеру и его экипажу не объяснили, где пропадали ученые и почему их так спешно вывезли из Антарктики. Какие ходили слухи за обедом насчет операции с учеными, насчет дыры, серебристых дисков? Какие были разговоры? В городе говорили, что, возможно, их похитили инопланетяне или кто-то еще. Вначале все казалось шуткой. Некоторые ученые утверждали, что та команда видела каких-то существ на Земле Мэри Берт, поэтому и исчезла. Если эти свидетельства правдивы, и в Антарктике сейчас есть внеземная активность, то, возможно, она там существует сотни и тысячи лет. В июле 2018 года Линда Молтон-Хоу брала интервью у еще одного разоблачителя, который предложил предоставить ей секретную информацию об Антарктике, при условии, что она не станет раскрывать его имя. Ее источник — спецназовец в отставке. Она называет его «Спартанец-1». Он дал ей описание древнего строения, которое якобы посещал во время службы на Южном полюсе. В то время я был в звании первого лейтенанта-командора спецподразделения ВМС. Мы двигались по юго-восточному побережью Антарктики. Нас неофициально направили с разведывательной миссией. Официально мы должны были найти някого человека, получить информацию и привезти его. Когда это было? В августе 2003-го. По словам «Спартанца-1», когда он и его команда достигли точки назначения, они обнаружили большой восьмиугольный объект, выступающий изо льда. Они осторожно вошли внутрь. Верхушка объекта, в который мы вошли, почти на пять с половиной метров выступала изо льда. Остальное было скрыто под снегом. Все двери одинаковые, от пяти до девяти метров толщиной. Но, несмотря на толщину этих дверей, их можно было открыть, просто надавив пальцем. Не было никакого сопротивления. На улице было около минус сорока градусов. Внутри же было тепло. Примерно 20-22 градуса. Что скажете о потолке, коридорах, полах? Они были подсвечены, но источника света мы не нашли. Свет был светло-зеленый. Стены покрывали какие-то иероглифы. Но таких иероглифов я никогда в жизни не видел. Неужели на Южном полюсе действительно погребены какие-то сооружения? Сооружения, построенные продвинутой внеземной цивилизацией в далеком прошлом. Учитывая всю недавнюю активность НЛО над этим континентом, вполне возможно, что те, кто возвел эти сооружения, до сих пор находятся там. Возможно, подсказки скрыты на самом виду. В Библии. Библия. Книга бытия. Глава 6, стих 9. Здесь начинается история о НОЕ и потопе. Господь посылает наводнения, чтобы освободить землю от грешников и начать все заново. Различные версии одной и той же истории существуют практически во всех древних традициях мира. Пять тысяч лет назад. Священные тексты говорят, что тогда существовала допотопная цивилизация. Затем был великий потоп. Но были выжившие. В Месопотаме об этом говорилось в эпосе о Гильгамеше. В Египте в текстах о сотворении мира Ведву. Платон узнал от египтян, что 9 тысяч лет до его времени существовала другая цивилизация Атлантида. Платон писал о затерянном континенте Атлантиды в двух своих диалогах, Тимей и Критий, в 360 году до н.э. Историки и исследователи давно ведут споры, является ли эта допотопная цивилизация лишь мифом, или она действительно существовала. Некоторые утверждают, что остатки уничтоженной цивилизации Платона можно обнаружить на Южном полюсе. Я думаю, что в Антарктике случилось вот что. Примерно 13 тысяч лет назад процветающая цивилизация, изначально пришедшая к нам из космоса, и обосновавшаяся на Антарктике, просто замерзла. У нас есть древние свидетельства этого в форме платоновских диалогов, где он рассказывает о последних днях Атлантиды. По сути, там сообщается, что Атлантида была колонией внеземной цивилизации, обосновавшейся на Земле. А после сдвига полюсов, Атлантида оказалась подо льдом на Южном полюсе. Научные аномалии, данные радаров и спутников, свидетельства очевидцев, все больше кусочков мозаики складываются в единую картину. Возможно, мы скоро сможем раскрыть тайну Антарктики. Если да, то что мы сможем там обнаружить? Современные свидетели утверждают, что в Антарктике скрывают гораздо больше, чем мы думаем. Что там есть целые базы, целые цивилизации, и что мировые правительства сотрудничают с инопланетянами. Им известно о захороненных артефактах, о древних и о внеземных цивилизациях, которые продолжают действовать в Антарктике в этот самый момент. Вполне возможно, что в Антарктике существует инопланетная база. Это совершенно изолированная часть планеты. Совершенно незаселенная до последнего времени. Это идеально. Под льдами Антарктики запросто могут быть каменные храмы, может быть биологический материал, останки существ, живших или живущих там. Это может стать величайшим открытием в истории человечества. Возможно, нам удалось мельком увидеть истинную историю Земли, погребенную под льдами Антарктики. Если так, вероятно, вскоре мы получим доказательства внеземной активности на Южном полюсе. Быть может, если ледяную завесу удастся поднять, и мы будем готовы узнать правду, мы, наконец, окажемся лицом к лицу с нашими внеземными предками. Продолжение следует...